Всем привет! Тема моего доклада – AWS Flow Framework for Java. Немного о себе. Меня зовут Саша Захаренко. Я Senior Software Engineer. 8 лет работаю как Java-программист. В основном имплементировал J2E-солюшены. Имею опыт работы с такими фреймворками, как Spring, Hibernate, Jersey, Web-фреймворками, Tapestry, FreeMarker, Wikid. Также есть опыт работы с AWS-сервисами, такими как IAM, DynamoDB, Simple Workflows, про которые я сегодня буду рассказывать. В основном я имплементировал приложение From Scratch, занимался оптимизацией, рефакторингом. Итак, адженда нашей презентации. Презентацию можно условно разделить на две части. В первой части я расскажу про Amazon Simple Workflow, что это такое, какие есть преимущества, как это использовать. И во второй части непосредственно, это уже будет касаться Java, Я расскажу, как имплементать компоненты с помощью Flow Framework, которые будут использовать Simple Workflows, как представляется структура. Также покажу фичи. И это все будет сопровождаться простым демо в стиле Hello World, только с использованием Flow Framework для Java. Итак, у нас есть такой use case. У нас есть приложение, которое можно представить как workflow, то есть это набор каких-то последовательных, либо параллельных задач. Эти задачи, они долго процессятся по времени. И также приложение состоит из нескольких приложений или из нескольких частей, которые разнесены друг относительно друга. Что нам надо? Нам надо управлять процессингом, то есть скедюлить или перезапускать таски, которые упали, а также координировать задания, смотреть их прогресс, знать статус. Как пример таких приложений, обычно приводятся такие задачи, как энкодинг видео, различные ETL процессы, когда нам необходимо преобразовать данные из одного вида в другой. Могу привести пример из моего текущего проекта. У нас финансовое приложение, которое содержит очень много бухгалтерских финансовых данных и необходимые джобы или таски, которые все эти данные будут агрегировать, фильтровать, представлять в другом виде для репортов клиентов. Итак, что такое Amazon Simple Workflows и как он может нам помочь в таких задачах? Simple Workflows помогает строить, запускать и масштабировать фоновые задания, которые могут выполняться друг за другом или параллельно. Позволяет легче строить приложение и координировать работу распределенных компонентов. Логическая часть работы это таск и она выполняется другим компонентом. используя Amazon Simple Workflow мы имплементируем воркеры, которые выполняют задачу. Воркеры могут запускаться например на клауде EC2 либо в каких-то дата-центрах либо даже на локальной машине. Также можно создавать таски, которые долго выполняются, которые могут упасть или которые необходимо перезапустить. И таски различной пропускной способности с различной пропускной способностью или задержкой. Концепт Simple Workflow выглядит следующим образом. У нас есть компоненты такие как Workflow Starter, Activity Worker, их может быть несколько, Decider. Все они взаимодействуют между собой через Amazon Simple Workflow Service. Он занимается координированием работы между компонентами, также хранит историю. Юзер может через Amazon SVF консоль следить за за выполнением все, что происходит в системе, обмен данными между приложениями и так далее. Дальше я буду рассказывать каждый из этих компонентов по отдельности и в конце я покажу Amazon Simple Workflow консоль, на котором будут все компоненты. В общем, дальше преимущества. Какие есть преимущества использования Simple Workflow? Первое это логическое разделение. У нас есть разделение между слоем, который контролирует фоновые задачи и слоем, который содержит в себе бизнес-логику. Дальше надежность SWF сервис запускается на амазоновских высоконагруженных дата-центрах. То есть эти дата-центры всегда доступны. следующее это простота. Simple Workflow заменяет сложную логику мониторинга workflow решений на полностью управляемый облачный веб-сервис. Следующее это масштабируемость. Написанные приложения легко масштабируются. Нам не надо дополнительно регистрировать новые серверы при добавлении новых workflows. Их использование происходит автоматически. следующая гибкость позволяет написать компоненты на любом языке, координировать и запускать их на клауде, либо локальных серверах. в данной презентации мы рассмотрим приложение на Java. Кстати, я вставил картинку марсохода, это потому, что эта технология используется в NASA в программе Appotunity для создания панорамных снимков, полученных из нескольких источников. Дальше рассмотрим, что такое workflow. workflow это набор активностей, которые выполняют определенные задачи вместе с логикой, которая координирует эти активности. Каждая workflow запускается в AWS ресурсе, которая называется domain, и domain контролирует scope workflow. AWS аккаунт может иметь несколько доменов, которые содержат несколько workflow, но workflow с разных доменов не могут взаимодействовать друг с другом. Дальше на картинке я привел пример workflow обработки интернет-заказа в интернет-магазине. то есть весь этот набор тасок является workflow и получается workflow у нас состоит из подтверждения заказа, процессинга кредит-карты, доставки заказа, ну и окончания заказа. Так, рассмотрим какие актеры или основные части, из которых должно состоять приложение, которое работает simple workflow. Первая основная часть это workflow starter, это приложение, которое запускает workflow. То есть из предыдущего примера, где было оформление заказа пользователям в интернет-магазине стартера может быть страница в браузере, где пользователь сделал заказ, либо мобильное приложение, через которое также пришел заказ. Дальше десайдеры. Десайдеры это компоненты, которые содержат логику, как, в какой последовательности и с какими параметрами у нас вызываются активности таски. И последнее это активити воркеры, это то, как процесс, который запускает активности, это непосредственно процесс, который запускает таски. и активити таска это одна из тасок, которые были описаны в предыдущем примере, то есть это может быть как верификация заказа, процессинг кредитной карты ну и остальные. Так, виды тасок есть в Amazon Simple Workflows? Это активити таски есть и decision таски. Что такое активити таска? Активити таска это таска, которая говорит активити Workflow произвести какое-то действие. В предыдущем примере заказа в интернет магазине это как раз и есть проверка наличия товара, процессинг кредитной карты и активити таска содержит всю информацию начальную для ее выполнения. следующий тип таски это decision таска. Decision таска говорит десайдеру в каком состоянии сейчас Workflow для того, чтобы определить какую таску делать сейчас. Decision таска имеет доступ к истории всего Workflow. Следующий компонент это Domain. Domain это сфера, где живут все компоненты. В домейне может быть несколько Workflows, но Workflows с разных доменов не могут пересекаться друг с другом. Так, идентификаторы есть в Amazon Simple Workflows? Каждый Workflows идентифицирует себя по таким параметрам Domain имя и версии. и оно определяется в запросе к SVF сервису. Этот запрос называется Register Workflow Type. Следующий тип это тип активности. Оно также определяется доменом, именем и версией. ему тоже нужен запрос для регистрации. Далее есть Decision и Activity таски. Каждая из этих тасок определяется уникальным таск токеном. Таск токен генерируется из Simple Workflow сервиса и возвращается в запросе при каждом обращении. Так, и Workflow Execution это непосредственно выполнение Workflow. Оно определяется доменом Workflow ID. Workflow ID это он может быть не уникальным. Задается тем по сути стартером, который запускает Workflow. Run ID это всегда уникальный в скопе домена и оно задается на стороне Simple Workflow. Так, Workflow сервис в себе содержит списки тасок. То есть есть Decision таск лист, есть Activity таск лист. Decision таск лист. У каждого Workflow есть свой Decision таск лист. И когда тип зарегистрирован, можно определить дефолтный таск лист для выполнения этого workflow. И аналогично Activity таск лист содержит разные активити типы, таски ставятся в расписание по определенному порядку и Simple Workflow сервис возвращает таски из листа в определенном порядке. Дальше представлен именно Lifecycle Workflow из предыдущего примера оформления заказа в интернет-магазине. То есть, как это работает? Вначале Starter запускает Workflow. то есть, пользователь сделал заказ в интернет-магазине, Starter отправляет запрос на SWF Service о том, что началось Workflow. Amazon SWF Service в свою очередь формирует в Decision листе таску на выполнение данного Workflow. Decider это один из компонентов системы. Он постоянно проверяет наличие Decision тасок на Amazon Simple Workflows. То есть, при создании новой таски Decider видит, что новая таска на создание Workflow создалась. Он анализирует историю, смотрит, из каких Activity тасок состоит данная Decision таска. В данном случае он видит, что еще ни одна Decision таска не выполнилась. Он возвращает ответ на Amazon Simple Workflows о том, что надо заскедулить первую Activity таску. Она называется Verify Order. В свою очередь Activity Worker тоже постоянно слушает Amazon Simple Workflows сервис. Он видит, что появилась новая таска, новая таска Verify Orders. Он получает от Amazon Simple Workflows задание на выполнение этой таски. Ее выполняет, отдает Amazon Simple Workflows ответ. После этого Amazon Simple Workflows скедулит следующую задачу для следующей таску для Decider. Decider получает эту таску, смотрит историю, видит, что уже первая Activity таска выполнена. Возвращает Amazon Simple Workflow ответ, что надо заскедулить следующую таску. Следующая таска в этом скоупе это Charge Credit Card. В свою очередь Activity Worker тоже постоянно просматривает таск-листы, видит, что создалась новая таска, также ее выполняет, возвращает ответ. Таким образом выполняются все Activity таски, и в самом конце, когда выполнилась у нас последняя Activity таска Record Conclusion, возвращается ответ на Amazon Simple Workflows, сервис опять schedule decision таску, decider получает эту таску, смотрит историю, видит, что в истории уже у нас все таски выполнились, и возвращает ответ, что ответ о том, что у нас Workflow закончено. Дальше я хотел бы показать, как это выглядит, как выглядит AWS консоль. Так, вот у нас есть Workflow Execution, я сегодня с утра запускал пример, который покажу дальше. Так, это простой пример Hello World, то есть было выполнено сегодня одно Workflow, это его ID, я его сам присвоил, это RunID, который присвоился автоматически, Simple Workflow, потом вот это имя самого Workflow, ну, либо Decision Tasks, так как она одна. Так, тут можем просмотреть информацию об этом запуске, и и ивенты. Это почти то же самое, что я только что показывал для примера с интернет-магазином, только для другого примера по типу Hello World, то есть у нас точно так же началось выполнение Execution, заскедулилась Decision Tasks, стартовала, закончилась, потом стартовала первая Activity Tasks, то есть сначала Scheduling, потом Start, закончилась, ну и так далее, был выполнен полностью Workflows. Так, Activities, Activity Tasks участвовали в этом всем, то есть дальше я покажу у нас, есть такие Activity Tasks, как GetName, GetGreeting, Say. Так, так же на этой консоли можно просмотреть типы Workflows, которые зарегистрированы, так, ну, у меня зарегистрирован два Workflows, я еще один пример до этого запускал, то есть непосредственно который касается Hello World, так же тут можно вручную регистрировать новые Workflow типы, кстати, вверху это Domain, он называется OZAC, это Scope, где выполняются все Workflows, так, и Activity типы какие есть, то есть тоже тут у меня Activity типы из двух приложений, ну, непосредственно те, которые есть для моего будущего примера, это GetGreetings, HitName и Say. Итак, вернемся к презентации, как можно использовать AWS Simple Workflow Service, его можно использовать с помощью консоли, то, что я показал, его также можно использовать с помощью Command Line Интерфейс Тулзи, то есть там есть команды, с помощью которых можно добавлять новую Workflows, новую Activity типы, скедулить, также можно с помощью Amazon SWF API, это по сути самому отправлять запросы на Simple Workflow Service, и последнее с помощью Flow Framework, это то, что я покажу в следующей части, как писать приложение на Java, используя Simple Workflow Service. Итак, структура приложения, у нас приложение должно состоять из следующих частей, или может тоже независимых приложений, это Workflow Starter, он в себе должен содержать Workflow клиент, который будет запускать Workflow, следующий это Workflow Worker, он себе содержит непосредственно логику и входные параметры для тасок, которые он будет запускать, и непосредственно эти таски он может запускать с помощью Activity клиента, и непосредственно Activity Worker, он в себе содержит как раз методы, внутри которых содержится логика нашего Workflow. У нас Starter общается с Amazon Simple Workflows через HTTP протокол, то есть Starter добавляет задачи в Decision Task List, Workflow Worker работает тоже с Decision Листом, стягивает текущие Decision Таски, отдает ответы, потом Amazon Simple Workflow соответственно за то, чтобы на основе Decision Тасков создавать Activity Таски, ну и непосредственно Activity Task List, с ним общается Activities Worker. Так, дальше я покажу на примере простого приложения Hello World, как имплементировать Workflow и Activity, с чего начинать. Так, для того, чтобы заимплементировать Activity Worker, надо сначала определить Activity Интерфейс. В данном примере у меня будет апплику Hello World, только написано с использованием Simple Workflow сервиса. Тут Activities будут содержать такие методы, так как, ну, такие методы, это же будут таски, GetName, GetGreetings и Say. Say это непосредственно будет выдавать на консоль то, что придет внутри. Итак, для того, чтобы начать имплементировать, надо сначала создать новый интерфейс, затем с помощью аннотации AspectJ аннотации задать его поведение, в частности в аннотации Activity Registration Option можно задать дефолтовое время, которое может скедулиться таска, которое может произойти от времени скедула до старта таски, затем время непосредственно сколько таска будет выполняться, то есть от старта до окончания, это время задано в секундах, также надо отметить аннотации Activities, в этой аннотации надо указать версию, потому что у нас Activity Worker могут иметь версионность так это то, что касается Activity, то, что касается Workflow. Workflow у нас для того, чтобы заимплементировать Workflow, точно так же надо создать интерфейс, пометить его аспект джей аннотации Workflow, также у Workflow есть Registration Option, и точно так же мы задаем тайм-ауты от сколько может выполняться Workflow, то есть в данном случае задано час. Далее методы, которые методы этого интерфейса, это есть как отдельный Workflow, они должны быть помечены аннотацией Execute, и точно так же указана версия. Дальше я хотел рассказать за клиенты. После того, как мы определили интерфейс для Activity Worker и для Workflow Worker, у нас генерируются автоматические клиенты на основе аннотации, которые мы задали. Кстати, в конце презентации будет еще ссылки, как можно настраивать Eclipse для того, чтобы генерировались клиенты, использовались аспекты аннотации. Клиенты у нас после определения Activities интерфейса у нас для него сгенерировался такой клиент, он содержит все перегруженные методы, которые мы определили в интерфейсе. Все эти методы возвращают такой объект Promise, я про него дальше расскажу. Это то, что касается Activities клиента, Workflow клиенты. В Workflow клиенты у нас генерируются три их трое. Первый клиент мы можем использовать, это External клиент, который мы можем использовать непосредственно со стартера или с внешней, с вне Workflow. Также есть клиент Self клиент, Self клиент это тот, который мы можем использовать непосредственно внутри Workflow. Я немного перепутал. Self клиент это клиент, который Self клиент, который мы можем использовать внутри Workflow для создания нового Workflow. Дальше Workflow Implementation. Workflow Implementation. Так выглядит класс, который имплементирует Workflow интерфейс, который мы задали перед этим. Этот класс должен использовать Gritter Activity с клиент, который был сгенерен на основе Activity. Затем мы имплементируем сам метод Grid. Мы вызываем методы клиента по очереди, то есть мы там вызываем метод GetName, затем ответ этого метода GetName мы передаем в метод GetGreetings, ну и в конце выполняем метод Say, который в себе содержит то, что вернулось из метода GetGreetings. Каждая из этих строк это отдельное обращение к Simple Workflow сервису. Следующее Activity Implementation. Activity Implementation мы должны как раз определять бизнес-логику нашего приложения, то есть каждый, что будет выполнять каждая таска, таска GetName должна возвращать слово World, таска GetGreetings должна на себе принимать какой-то name и возвращать строку hello плюс name, и таска Say должна непосредственно выводить на консоль то, что пришло на входе этой таски. Дальше я хотел рассказать как раз за вот этот Promise Type Promise Type он служит непосредственно для того, чтобы передавать данные от одной Activity к другой. Он похож на класс в Java Future только с тем отличием, что если мы захотим взять то, что конкретное значение из этого Promise мы получим exception. Но в большинстве случаев у нас данные просто переходят от одной таски к другой и непосредственно данные не бывают таких ситуаций, когда мы должны из Promise собрать данные. И соответственно, чтобы передавать данные в таски, эти данные должны использовать какой-то конвертер, который должен быть базирован на Jackson, JSON, процессоре. Но могу сказать из примера проекта, на котором работаю, в большинстве случаев это какие-то простые данные, например, ID-шники из базы данных. Так, какие типы тайм-аутов могут быть в Workflow и Decision тасках? можно задавать тайм-ауты на все выполнение Workflow, то есть от начала до завершения. Можно задавать тайм-ауты непосредственно на Decision таску, сколько она может выполняться. для Activities тасок точно так же могут быть только тут немного больше тайм-аутов. Тут тайм-ауты от того момента, как таска была заскедулена до старта таски, от того момента, как заскедулена до завершения, также от старта до завершения. также есть такое понятие, как Hardbit тайм-аут, то есть это время Workflow периодически может обращаться к SWF-сервису для определения текущего состояния таски и вот это время, которое за которое может быть опрошено состояние, оно называется Hardbit, тоже может быть задано. Итак, следующее Running Programs. Я покажу, как это приложение, которое мы как его ранить. Так, для того, чтобы заранить, мы должны поднять, запустить Activity Worker и Workflow Worker. Теоретически это может быть два разных приложения, в большинстве случаев это два разных приложения. В моем случае я с помощью одного метода могу их запустить. То есть, для того, чтобы это сделать, мы определяем клиентскую конфигурацию, в ней мы только устанавливаем Socket Timeout, потом мы создаем AWS Credential, куда передаем Access Key и Secret Key, потом создаем Amazon Simple Workflow, Client, в этот клиент мы должны установить Endpoint, на котором работает наш Amazon Simple Workflow, по сути это Endpoint из консоли, которую я показывал, вот эта часть, затем мы должны определить Domain, в котором это будет работать, затем Task List, кстати, Decision Task List и Activity Task List, они могут называться одинаково, в моем случае они одинаково называются. Дальше, чтобы запустить Activity Worker, мы создаем этот Worker, добавляем к нему имплементацию, которую мы создали, запускаем, ну и соответственно Workflow, Worker, точно так же. Так, при запуске этого приложения первый раз у нас запускаются, у нас идут запросы на Simple Workflows для регистрации типов, но так как это приложение запускаю уже не первый раз, я на консоли до этого показывал, что у нас Workflow типы уже существуют, то есть по идее должен был создаться вот этот Workflow тип и вот эти три Workflow типа. Так, теперь непосредственно Starter. Для запуска Starter мы точно так же создаем конфиг, берем Property, AWS Credentials, указываем Endpoint, указываем Domain, в котором будет выполняться Workflow. Также через фабрику мы создаем клиент External Workflow. Тут мы присваиваем ID-шник для этого Workflow. Он может быть не уникальным. Ну и дальше запускаем Workflow. Давайте запустим это приложение. Так, вот оно нам вывело Hello World. И опять же через консоль мы можем посмотреть Workflow Execution. Так, тут оно еще показывает мод показывать активный Workflow. У нас уже оно закончилось. Вот это Workflow, которое мы только что выполнили. так, дальше в презентации я хочу рассказать о некоторых фичах, которые так, ну, сначала я хочу описать шаги, которые необходимы сделать для имплементирования аппликейшена с помощью AWS Flow фреймворка. Первое, это нам надо определить контракт, это то, что мы сделали, когда создавали интерфейсы, контракт, активити и Workflow. Затем нам непосредственно надо заимплементить Activity Workflow, далее автоматически генерятся клиенты, далее мы имплементим аппликейшены, которые будут запускать Activity и Workflow, также Starter, нам нужен, мы должны протестировать наш Workflow и все части приложения задеплоить. Так, дальше расскажу про некоторые фичи, которые возможны. У нас есть возможность указывать таски по приоритетам, то есть, если у нас скопилось несколько тасок и ждут очереди на выполнение, у них можно задать приоритет таска с большим приоритетом выполняется перед таской с меньшим приоритетом, если они обе в состоянии Schedule, также Priority можно задавать с помощью аннотации, а можно задавать непосредственно в теле программы через опции. Затем есть такое понятие как Decision Context, который может быть доступен из Starter и Activity Execution Context, который может быть доступен из Workflow. Этот контекст в себе хранит информацию в случае для Decision Контекста он хранит информацию для Workflow, такую как Run ID, время и таймер, сколько времени уже выполняет, когда было запущено и сколько времени выполняется Workflow. И аналогично для Activity, то есть какая таска выполняется, когда она была запущена и так далее. Также у нас бывают такие ситуации, когда мы можем часть логики произвести непосредственно в Workflow без обращения к Activity Worker для выполнения тасок. Но предыдущий пример с Hello World, допустим, мы метод GetGreetings, вместо того, чтобы обращаться к Activity Worker для его выполнения, мы можем его выполнить в теле самого Workflow. Для этого, так как у нас Workflow работает с классами или типами Promise, мы должны создать соответствующий метод, который будет на вход получать Promise, отдавать, и он должен быть помечен аннотацией Asynchronous, в таком случае у нас будет выполняться Workflow следующим образом, мы получим из Activity Worker результат таски GetName, затем выполнится внутри Workflow таска GetGreetings, и только после этого выполнится непосредственно опять выполнится на Activity Worker таска Say. Итак, дальше я хочу рассказать за счет чего у нас получаются масштабируемые приложения при использовании Simple Workflows. Workflow Service хранит в себе полную историю каждого процесса, что позволяет реализовывать приложение без сохранения состояния. И второе, это то, что планирование задачи и само выполнение задачи, оно слабо связано между собой. и это позволяет масштабировать приложение. Дальше есть такая возможность, как параллельное выполнение. В нашем случае с примером Hello World у нас метод Greetings, он зависел от метода GetName и принимал в себе имя. Мы можем переписать этот Activity Worker интерфейс так, чтобы у нас GetName выполнялся отдельно, GetGreeting выполнялся отдельно, и Save себе принимала значения greeting и name. В данном случае у нас таски могут выполняться параллельно, и они будут выполняться параллельно, потому что не зависят друг от друга. То есть, когда мы запустим приложение, у нас пойдет запрос на получение GetName, на получение GetGreeting, и уже таск Save будет ждать результата от name и greeting. Так, у нас в Workflow есть возможность менять какие-то данные Workflow в процессе его выполнения. То есть, допустим, как в примере с интернет-магазином, если Workflow у нас запустился, и вдруг, допустим, поменялся у клиента ордер, мы можем непосредственно со стартера для текущего Workflow выполнить метод для изменения состояния Workflow. Этот метод надо помечать такой аннотации сигнал. Так, Extended Workflows. У нас Workflow может содержать в себе вечернее Workflow. Допустим, мы хотим объединить несколько тасок в определенный один Workflow. В этом случае мы можем запускать один Workflow, внутри этого Workflow запускать клиент для другого Workflow, который его использует. И также есть такая возможность, как Continuous Workflow, то есть это Workflow, которые выполняются постоянно или непрерывно. На самом деле это реализовано так, что одно Workflow заканчивается, новое начинается, и это имплементируется с помощью Self-клиента. для Workflow. Дальше Testability. Для имплементирования приложений используется AWS SDK, которая в себе содержит такие тест-пэккеджи для тестирования, то есть мы можем в наших тестах запускать код Workflow локально, и также мы можем мокать какие-то части нашей Workflow логики. Лимитейшены. Лимитейшены достаточно демократические, то есть мы можем регистрировать до 100 домейнов, у нас Workflow может выполняться максимум год, у нас task может выполняться максимум год, у нас может быть 1000 дочерних Workflow execution в каждом Workflow и так далее. Так, по поводу аналогов из существующих аналогов, которые имплементят текущую архитектуру как Workflows, я нашел два, но тут описал один, это jbpm java business process management и второе это ос Workflows, которые я узнал, что уже не поддерживаются, то есть я их не использовал, но как бы аналоги, которые имплементят существующую архитектуру есть. Так, ну и выводы. AWS Flow Framework упрощает процессы реализации распределенных асинхронных приложений, предоставляя все преимущества Amazon SVF. При использовании фреймворка можно сосредоточиться на реализации именно логики рабочего процесса и оставляя все детали координации фреймворку. Workflows Flow Framework многопоточный и может быть распределен на разные компоненты. Каждый из них может запускаться на на отдельном инстансе и также масштабироваться независимо. Тут useful links, тут настройки Eclipse для того, чтобы имплементить приложение. Также ссылки на сайты Simple Workflows, непосредственно Pro Workflows, ссылка на Flow Framework for Java. Так, ну и вопросы. Привет, есть пара вопросов. Давай. Смотри, вопрос первый по поводу того, каким образом можно дебажить удаленные таски. удаленные можно дебажить именно при когда мы имплементируем приложение, то есть мы запускаем где-то у себя приложение, они же там могут запускаться на локальной машине. А, они могут локально запускаться. Да, да, мы в процессе разработки запускаем все три приложения на локальной машине. Окей, хорошо, вопрос закрыт. Смотри, по поводу самих Workflow, то есть обычно там Workflow, то есть один из вариантов описания Workflow, это есть BPMN, то есть язык описания таких вот бизнес-процессов. Ну, он может, есть разные инструменты для того, чтобы можно его моделировать, как-то визуализировать эти процессы. И в итоге они, когда ты, например, в каком-то редакторе этого бизнес-процесса ты его моделируешь, ты потом можешь получить этот бизнес-процесс в виде стандартной синтетизированной XML-дапой схемы, которая описывает какой-то бизнес-процесс из BPMN. Вот вопрос, насколько SWF поддерживает работу с BPMN, с описанием, либо может не BPMN, может какой-то другой язык описания, который мог бы помогать визуализировать. То есть, когда мы можем генерировать workflow из описания и наоборот, генерировать описание из текущего workflow. Ну, смотри, мы в своем приложении имплементим вручную все нужные таски, мы не используем никакие тузы для этого. То есть, честно сказать, существуют они или не существуют, по крайней мере, мы их не используем. Ну, смотри, просто ситуация в чем? Вот этот гритинг, он довольно простой, то есть, там, как бы, ну, ты все равно рисовал схемку, помнишь, да, какие-то вещи могут параллельно выполняться, какие-то последовательно, то есть, она, ну, такая результат, она помогает понять, вообще, в принципе, что происходит с процессом. Ну, я-то и полагаю, что, в реальных задачах, в реальном бизнесе будут схемы немножко более сложными. Ну, да, да, ну, более сложные, ну, по крайней мере, то, что используется в... Сейчас у нас приложение, ну, видимо, не настолько сложные, что, да, чтобы как-то визуализировать сначала, как бы, общую структуру, описывать, а потом имплементировать, то есть, мы сразу имплементируем, мы примерно знаем, какие таски есть. Ну, окей, то есть, иногда тебе нужно будет документировать, ну, смотри, после реализации тебе нужно будет документировать этот бизнес-процесс, да, к примеру, тебе нужно будет показывать его, ну, я не знаю, вопрос понял, да, у нас, как бы, приложение еще не в продакшене официально, то есть, оно на этапе разработки, то есть, может быть, дальше что-то мы будем использовать. Окей, спасибо. Пожалуйста. Еще есть у кого-то вопросы? Ребята, есть еще вопросы у кого-то к Саше? Окей, похоже, мемец, что-то, рейт, это,